В Бессарабии нет села, в решении проблем которого Антон Кисе не принимал бы участие, рассказывают люди. К примеру, жители села Тополина, расположенного в Болградском районе, недавно пользовались лишь привозной водой. Сегодня о той ситуации почти ничего не напоминает. У каждого в доме есть вода, она подается беспрепятственно, постоянно вода есть у людей. Проточная, чистая, хорошая вода. Мы очень благодарны Антону Ивановичу Кисе за то, что он нам провел водичку в Тополине. У нас трое деток, и это очень помогает нам. В первую очередь во внимание и помощи нуждаются сельские учреждения образования, ведь денег на их нужды в бюджете постоянно не хватает. Дети Виктории ходят в садик в соседнем селе Оксамытное, где тоже не обошлось без помощи политика. Территория благоустроена, коммуникации отремонтированы, появилась новенькая детская площадка и удобная красивая мебель для малышей. Нет ни одного сада, наверное, где не было бы хоть чего-то, какой-то помощи от Антона Ивановича. Везде вот как-то хватает на него, у него хватает времени на нас. Его всегда ждем. Для нас этот человек очень такой наш, свой человек, родной. Мы его очень любим и ждем, потому что как бы ни обратимся к нему, он всегда выходит нам навстречу. В детском садике села Приозерное Килийского района с Антоном Кисе также давно знакомы. Косметический ремонт помещения, новые игровые площадки и стиральная машинка появились здесь благодаря его усилиям. А это облегчает работу воспитателям, говорит заведующая. С Антоном Ивановичем Кисе дружеские отношения у нас давно. Спасибо, он не отказал и насчет игрушек, и насчет машинки. Мы ему очень благодарны. В Приозерном на базе здания бывшей больницы вскоре должен появиться дом престарелых. Здание это старое и нуждается в капитальных работах. Когда он узнал, что мы взялись за этого проекта, за этот дом, он спросил, чем мы можем помочь. Мы сказали, хотя бы Антоний Иванович окнами. И с Божьей помощью Антоний Иванович окликнулся, и нам полностью финансированы окна и двери на этот дом. Чтобы в холода одинокие пожилые люди не оставались мерзнуть в своих домах, закончить все работы здесь планируют до начала зимы, рассказывает сельский голова Приозерного. Я считаю, что если будут вот такие депутаты, большинство, то дело в стране пойдет лучше. Потому что до сих пор, пока не был Антон Иванович депутатом, были депутаты, мы в лицо почти не знали их. Антон Иванович находит время и общается. Если есть возможность, он обязательно приезжает в наш район. В селе Приозерное открыто и действует приемная народного депутата Антона Кисе, куда жители регулярно обращаются со своими бедами и проблемами.